Жители поселка Карелина оказались в транспортной блокаде. Ни скорая, ни пожарные к ним добраться не могут. А на машине берутся ехать только самые отчаянные. Почему поселок оказался отрезанным от большой земли, разбиралась Юлия Воронина. Этот мост больше похож на трамплин, аттракцион с риском для жизни. Правда, сегодня жителям поселка Карелина еще повезло. Перебраться через реку можно на машине. Хоть и страшно, но по словам людей, во время половодия переправа еще опасней. Единственный доступный в такой ситуации транспорт, лодку легко может унести течение. Раньше за содержание этого моста отвечал местный леспромхоз. Но когда предприятие развалилось, переправа оказалась бесхозной. Местные жители пытались сохранить сооружение своими силами, латали дыры в настиле и укрепляли опоры. Но в 2003 году во время половодия мост рухнул. Теперь проезжать здесь решаются лишь самые отчаянные. И это не последнее испытание 5 километров до моста и еще 5 километров после. Сплошь ямы до ухабы, которые житель Карелина Николай Рудаков даже взялся пересчитать. Вот 190 до моста, а тут около 300 ям. Единственной связью с поселком осталась железнодорожная ветка. Теперь жизнь тех, у кого нет машины или лодки, зависит от расписания электричек. В Карелии на пожарные и скорая помощь доехать не могут. Продукты в местный магазин чаще всего переправляют на лодках. Даже в местную школу не могут привезти оборудование для столовой. Там один шофер, он без второго помощника и навряд ли он по нашему горбатому мосту проедет. Мы договорились, что он поедет в Верхотурье. Там я договорилась со школой, которая примет это оборудование. А потом я должна из Верхотурья электричками перевезти все сюда. Местные жители уверены, отсутствие моста убивает поселок. В деревне все больше заброшенных домов, молодежь уезжает. В местной администрации объясняют, положение безвыходное. Карелина – дотационная территория у поселка, даже бюджета своего нет. А мост и вовсе переправа призрак. Нету нигде, ни на бюджете, нигде в Верхотурьском районе. Как бы его совсем не существовало. Дело в том, что проектирование моста выходит дороже, чем постройка самого моста. Ну, миллиона два-три все равно нужно. Дотационному поселку обещают помочь областное правительство. В 2013 году выделят субсидию на строительство моста. Администрации Карелина теперь необходимо оформить все документы, чтобы переправа для жителей маленького поселка перестала представлять угрозу для жизни. Юлия Воронина, Радик Аскаров, События ОТВ.